друзья всем привет сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы я очень рад что первое видео из этого цикла которое было посвящено гармонии минорного блюза очень вам понравилось набрало много просмотров комментариев и я решил продолжить эту тему прочитал ваш вопрос которые были в комментариях на ютюбе вконтакте и вот следующее видео из этого цикла мне понравился вопрос про обыгрывание молодой человек спросил как обыгрывать аккорды с 9 11 ступенью минорные теперь подробнее первое что такое аккорды минор 9 и 11 да по сути это обычный минорный аккорд просто добавлены еще ступени из гаммы да то есть тот такой небольшой экскурс что-то есть трезвучие допустим ми минор да да три ноты не соль си есть септ аккорд то есть ми минор 7 добавляется еще одна терция сверху да ми соль си рэ это будет нота рэ да и так вот но разные аппликатуры есть соответственно девятка и одиннадцатая ступень если у нас семерка была значит девятка это еще одна терция 11 еще одна терция то есть это ноты из гамма ми минор добавлены соответственно после рэ девятая ступень это фа диез и будет аккорд ми минор 9 и красиво это то есть нота фа диез появляется а одиннадцатая ступень фа диез соль ля нота ля вот ми минор 11 допустим да так берется либо здесь вот это тоже нота ля тоже из гаммы ми минор поэтому в общем-то это просто расширенный можно сказать ми ми минорные трезвучие она сначала до септ аккорда расширяется да потом да но на корда с девятой ступенью и с 11 поэтому в общем то если по простому то это можно обыгрывать такой же пентатоникой или такой же гаммы ми минорный просто допустим когда вы но эти ступени допустим если у вас ми минор 11 с нота ля да то есть имейте ввиду что при импровизации что нота ля здесь добавлено в аккорд поэтому если вы будете лишний раз подчеркивать это будет хорошо сейчас взял ноту ля это один ступень а потом фа диез по сути играю ми минорную гамму просто вот эти ноты выделяю их фразы строй вокруг них вот но есть вариант посложнее да то есть как бы это арпеджио септ аккорда что я имею ввиду что у минора есть параллельная тональность мажорная у ми минора это соль мажор если мы то есть я объясню сейчас как я вот часто обыгрываю да такие аккорды и вообще не только даже такие аккорды вообще в миноре импровизирую то есть я играю от параллельного мажора настрою но на корд то есть если сейчас объясню то есть вот допустим ми минор проект анализ соль мажор и вот от ноты соль я строю нон аккорд нон аккорд это как раз вот с девятой ступенью соль мажоре получается соль си ре это трезвучие потом добавляем септиму большую фа диез и еще ноту ля вот это нон аккорд то есть он еще так вот берется допустим вот арпеджио этого нон аккорда оно как вы уже увидели сейчас включает в себя ноту фа диез и ноту ля которая фа диез девятая ступень ми миноре а нота ля одиннадцатая а здесь они все в этом арпеджио есть вот допустим африкатура в двух формах арпеджио сейчас картинку видео прикреплю арпеджио соль мэйдж 9 не буду сейчас показывать как называть ноты картинка сейчас будет у вас на экране и вот это арпеджио когда вы играете на эти аккорды она уже ну как фраза звучит да уже красиво все ноты эти есть можете играть медленно строить какие-то мотивы и на параллельный ми минору то есть это причем это очень удобно что можно использовать как и на мажор так и на параллельный минор да сейчас я вот тут записал на большой минус так он звучит минус я тоже прикреплю чтобы попробовали то есть минус аккорд ми минор девять но аппликатура этих аккордов можете погуглить то есть мы пока мере в данном уроке немножко не до этого чтобы их показывать подробно вот сейчас я поиграю тарпеджио соль мэйдж 9 или соль мажор лон аккорда на этот минус и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и просто можно в Татоник играть. Девятая группа я акцентирую. Одиннадцатая. И вот дальше, если продолжить эту идею, еще есть... Во-первых, эти арпеджио, повторюсь, хорошо знать по всему грифу. Это сейчас в порядке демонстрации показываю и в двух позициях. Если вы весь гриф будете ими знать, это, конечно, расширит ваши возможности. И если продолжить эту идею, еще вот арпеджио в ладу, я это так назвал. Но кто знает, что, допустим, ми минорная гамма, вообще любую гамму можно сыграть аккордами. От каждой ноты можно построить аккорд. Тоже сейчас подробно не смогу на этом остановиться. Но, допустим, некоторые арпеджио аккордов, которые получаются на ступенях гаммы, очень хорошо звучат, когда их играть подряд. То есть, допустим, на ми минор. Вот в этой позиции будет соль, мэйдж, си минор, сеп и ми минор, сеп. Тоже табулатуру я на экран прикреплю. Так что сейчас подробно не буду останавливаться. Посмотрите табы. Получается, арпеджио соль, мэйдж, это у нас какая... Арпеджио на третьей ступени ми миноре строится, да? Соль, мэйдж, аккорд и арпеджио. Си минор на пятый. Ну и тоническое ми минор. В конце я ноту не взял, да? И вот эти арпеджио, они тоже уже в себя, ну... В них входят ноты различные, в том числе и настройки девятый, одиннадцатый. Соль, мэйдж у нас входит в а-диез, это девятая ступень. Си минор, сеп, нота ля. Входит. Видите, я беру ми и играю си минор, сеп, арпеджио. Вот одиннадцатая ступень нота ля, это одиннадцатая ступень ми миноре. А все минор арпеджио, это септима. Ну и ми минор. И вместе они так прикольно звучат. Я... Ну, так часто все применяют. В свое время Фрэнк Гэмбл, такой гитарист, вот он их очень прям свою игру на этом выстроил. То есть он играл их еще с хипом там. Ну, кроме игры быстрой, можно и в них также строить мелодичные фразы. Замешивать с гаммой, с пентатоникой. И в следующей позиции, это будет основной, да, будет выглядеть так. Вот соль мейдж, си минор, ми минор, и опять соль мейдж. То есть на ступенях гаммы там гораздо больше аккордов, да, здесь получается у нас сколько? Третья, пятоя, первая. Да, всего три мы используем, а в гамме семь нот. Но остальные звучат менее гладко. То есть вы можете поэкспериментировать, найти в интернете арпеджио на ступенях минорной гаммы, или аккорды на ступенях минорной гаммы, да, и эти построить, ну точнее, или построить, или построить лучше аппликатуры, но они звучат уже более контрастно и не всегда уместно, да. А вот эти звучат гладенько. Сейчас я вот поэкспериментирован этот минус, используя вот эти арпеджио в ладу. То есть повторюсь на ми минорный минус, играю арпеджио соль мейдж, си минор септ и ми минор септ. Играет музыка Играет музыка Играет музыка арпеджио формы должны возникать новые идеи которые можно будет воплощать допустим что я сейчас делал я добавлял еще одну ноту то есть у нас арпеджи я добавлял на пят струне еще одну ноту си минору и к ре минору получается такие октавы получается сейчас подробнее то есть если арпеджио это одна нота на 5 струне 1 на 4 и 2 на 3 то я на 5 еще одну ноту добавлял из гаммы эта аппликатура уже более удобная может для быстрой игры или для видения и уже можно в ней какие-то играть там опевание то есть какие-то фигурации также в си минор да си минор септ это четвертая струна третья вторая и вторая и вот на четвертой я добавляю еще одну ноту из гаммы и также следующий плюс и потом как это идею еще можно расширить можно еще одну то добавить допустим 2 на 5 1 на 4 а на 3 3 сделать также дальше си минор и одна три ми минор и две одна три получается такие видите фразы уже интересно так что экспериментируйте с этими формами вот повторюсь это не единственные конечно возможные варианты обыгрывания ми минор девять и одиннадцать в данном случае просто то что чем пользуюсь я да и плюс еще всегда важно на в контексте смотреть то есть редко бывает что аккорд один да обычно это какая-то гармония из из ряда аккордов и вот их взаимосвязь уже диктует нам способы как обыграть да поэтому если аккорд один как вот сейчас да то такой способ возможен но если он связки надо смотреть какая-то тональность какой-то гармонический оборот и тогда может быть будут другие способы для их обыгрывания так что спасибо за просмотр я очень рад что эти уроки мои ответ на ваши вопросы нравится так что пишите в комментариях я буду стараться отвечать на ваши интересные вопросы которые как который мне будет ей есть что будет сказать спасибо до встречи и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok